Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение симулятора фермера фарм-перфарминг В прошлой серии мы с вами остановились на моменте, когда я доделывал задание с грушами Друзья, в общем там такой произошел казус интересный, почему здесь вообще стоит L200 Это было интересно, друзья, помните тот момент, когда я умыкнул у него 5 ящиков груш у этого фермера И оставил их в L200 Так вот именно этого количества не хватило, чтобы выполнить задание Друзья, это была очень интересная ситуация Я потом гонял за этими 5 ящиками, отвозил обратно В общем ситуация крайне комичная получилась А в этой серии давайте посмотрим, пока зреет наш урожай Может быть еще есть где-нибудь какие-то дополнительные задания Угу, тем временем нет ничего Ну что ж, тогда скорее всего Скорее всего мы с вами просто-напросто Сейчас Перегоним нашу технику И пропустим время до созревания урожая Или же, друзья, или же у нас с вами В принципе готово поле Возле дома Сколько он разгоняется? Сто двадцать пять я видел Здесь у нас зреет урожай А вот здесь я подготовил поле Была у меня возможность, я его Вспахал Я думаю, давайте мы, наверное, его засеем А что, собственно, почему бы и нет Пускай у нас будет еще одно поле Засеянное, поэтому Наверное, мы сейчас этим займемся Посмотрим Ведь оно вспахано, насколько я понимаю Да, все, оно готово Тут кусочки, правда, остались такие Но ничего страшного Эти кусочки нам ни на что не влияют Тогда давайте Потихонечку перетянем Нашу технику Например, трактор Сейчас мы перевезем его Комбайн пусть пока стоит здесь В принципе, нам он Ни на что не влияет Потом, может быть, между серией Или Когда пригодится, тогда просто отсюда поедем Посмотрим Я думаю, что есть смысл, наверное, посадить Немножко ячменя Что-то есть у меня подозрение Что может этот ячмень нам в будущем пригодится Ну, а может и не пригодится Вообще интересно, как там сейлка дает Здесь вот наша сейлка стоит Мы сейчас прицеп отвезем И вернемся за ней Интересно, дает ли она выбор семян По идее Ну, вот там три мешка Я уже вижу, на подонах стоят Зеленый, коричневый И какой-то светлый Скорее всего, это и есть Наверное, пшеница Ячмень И что-то еще Может быть, какой-нибудь рапс Или что-нибудь такое Посмотрим сейчас И еще такой у меня вопрос Интересный мучает А будет ли у нас 8 тонн пшеницы С вот этого поля Это интересно Может быть, нам есть смысл Еще одно поле К примеру, посадить Я не уверен Но вопрос такой у меня есть Сейчас мы так вот Припаркуем здесь телегу Рядом со всеми нашими Агрегатами Все И летим за сейлкой Заодно там же мы набираем семена Смотрим Какие? Я, наверное, думаю, что ячмень Недаром было сказано о том, что Мониторить ситуацию на рынке Вдруг там ячмень подорожает Хотя Перед тем, как мониторить Точнее, ехать за сейлкой Продажа с хозяйственных материалов Пшеница Рож Ячмень Так, вы знаете, у нас есть Почти две тонны ячменя Но У нас нет Ржи Рожи Не знаю, друзья Как правильно говорить Наверное, ржи Все-таки Может быть, ей засеять Ну, сейчас посмотрим Время у нас есть Немножко попахать Поработать Ну, пахать в смысле В переносном смысле В смысле работы Вот наша классная сейлка Давайте-ка сейчас Захватим семян Каких-нибудь Ячмень Так Здесь Рож Давайте рож Все-таки Я думаю В этом будет смысл И сейчас мы быстренько То поле засеем Посмотрим, как пойдет дело Может быть, даже и сокращать Не придется Вырезать Эту рутину Поле там небольшое По-моему Раза в два меньше Чем вот это Мне кажется, там Минут десять Наверное И мы с вами засеем его И уже у нас будет Два поля Тем временем Это очень круто Неплохо бы еще Какую-нибудь тепличку Прикупить Я тут почитал На загрузочных экранах Немножко там Рассказывается Про теплицу Что делать Практически ничего не нужно Она автоматизирована Только вовремя Воду Подвозить Вот это, кстати Очень классный момент Ну что ж Вот, собственно Мы с вами Прибыли на место А что Если я вам сейчас Это очень хорошая идея Покажу Тот способ Про который я Рассказывал Сейчас мы Это поле Визуально Примерно Конечно же Точно у нас с вами Вряд ли получится Середину Него найти Но примерно Поделим пополам И я вам покажу Способ Движения Очень интересный Ну Примерно пополам Наверное Я думаю Сильно заморачиваться Не будем на эту тему Там Точность не нужна Так Давайте с вами Делаем вот что Начинаем Сеять Текстурка Меняется У земли Поэтому Нам будет видно Хотя Конечно Этот способ Идеален Вообще Во время уборки Там видно Все прекрасно Где С урожаем Где без него И смотрите Как мы с вами Будем теперь ездить Подъезжаем Вот сюда И поехали Начинаем Сеять Эту полосу Следующая полоса У нас будет С той половины поля То есть Мы с вами Не разворачиваемся Просто ездим Постоянно Кругами Такими Вот засеяли Раз подняли Поехали Теперь вот сюда Берем Вот эту полосу Вот так вот И понимаете Каждая следующая Траектория У нас будет В общем В виде Если так скажем Можно выразиться Вид в общем У нас будет Смещаться Постоянно На одну полосу То есть Переехали сюда И так далее Постоянно Заезжаем В новую полосу При этом Абсолютно Не тратим Времени На какие развороты Движения задом Тем более Что со всякими Агрегатами С оцепленными И так далее Движения Задом Они такие проблемные А вот на маленьком поле Что стоит Вот так вот Перемахнуть В следующую полосу Да в принципе Дело каких-то Нескольких секунд Раз Махнули Вот сюда Сразу Включаем Сейлку И погнали Конечно Тут надо Повнимательнее Движения Соблюдать Потому что Получаются Вот пропуски Такие небольшие Но ничего Приловчимся Будет все У нас Как надо Все Все это Очень будет Круто Тогда Когда у нас С вами Будут Классные Широкие Агрегаты Вот эти Вот все Сеялки Жатки И так далее Там мы Прям будем Вот такие Маленькие Поля Там чуть ли не За три Захода Убирать Но Это время Будет Еще Ой как Нескоро Нам нужно С вами Тут развиться Мы еще даже Первого уровня Не получили Друзья У нас с вами Еще только Лишь Нулевой Мы еще Тут Детишки На этих Всех полях Но думаю Что дед Уже Нами бы Гордился Мы уже Освоили Довольно Таки Много Всяких Здесь Моментов Спашка Засевание Поливка Это все Очень интересно Главное Чтобы Было Интересно Еще и Вам Ну Вы Также Друзья Можете Советовать В комментариях Что мы С вами Будем Делать Например Надоело Нам Земледелие Раз мы Переключились На животноводство Оп У нас Тут Свиньи Коровы Бараны Там Кто угодно Овцы Пожалуйста Теплицы Какие Нибудь Я хочу Конечно Все Попробовать Но я Понимаю Что вначале Скорее Всего Нужно Поразвиваться Именно Вот Таким Образом Именно Вспашки Посевы И так Далее Вначале Это Наверное Основной Тип Дохода По другому Здесь Скорее всего Просто Не будет И вот Потихонечку Потихонечку Дело У нас С вами Движется Из полосы В полосу Переезжаем Очень Кстати Правильную Мне Подсказали Вот Такую Траекторию Спасибо Большое Еще раз Тебе За Это Я знаю Ты Смотришь Это Видео Спасибо Тебе Совет Был Классный Ценный Я Наверное Рано Или поздно Додумался Потому что Я был Близок В принципе К разгадке Этого Способа Но Немного Не так Я его Реализовал А вот Интересно Что Вон Там Впереди За Такие Строения Какие Непонятные Друзья Это Похоже Знаете На что Это Похоже На Солнечные Батареи По Моему Насколько Я Помню Здесь На Карте Есть Такое Понятие Как Солнечная Энергия Солнечные Батареи Можно Купить Наверное Как То Их Или Устанавливать Там Постепенно Или Купить Этот Участок Где Они Стоят Сами Это Интересно Тут У нас Будет Альтернативная Энергия Интересно Зачем Она Нужна Зачем Нужны Солнечные Батареи Возможно Для Цеплиц А может Быть Для Каких То Животных Например Содержание Еще Всякие Обсуждения Не Приносит Просмотр На Ютуб То есть Если вы Посмотрите Серию Вконтакте Мне По-моему В лучшем Случае Там Только Трафик Придет Просмотренный А вот Именно Просмотр Как Сам Просмотр На Ролик Не Попадает Ну К сожалению Конечно Так Сделали Не знаю Кто То ли Вконтакте На Сайте То ли На Ютубе Такие Правила В общем Не знаю Почему Так Но Тем Не Менее Это Так А мы С вами Потихонечку Полигонечку Засеяли Еще Одно Поле Практически Уже Полностью Засеяли Рожью Отлично Я считаю Что это Очень Классно На сегодня И Спокойно Мы с вами Сможем Теперь Перемотать Время Посмотрим Как здесь Быстро Приходит Ночь На Там Шестисотой Скорости Друзья Это конечно Выглядит Очень прикольно Очень эпично Когда меняется Здесь Время Довольно Быстро Пролетает Ночь И Продолжим Уже Собирать Наш Урожай Первый Урожай Собственно Посеянный А дальше Я думаю Через какой-то Денек Другой И это Поле Подоспеет Но нам Его еще Нужно Полить В этой Серии Обязательно Кстати Вы Вы Видели Этот Процесс Ну Кто-то Может Знает Кто Играл В эту Игру Тот Кто Не Играл Посмотрит Как выглядит Здесь Этот Процесс Очень Кстати Интересно И посмотрите Мы Практически С вами Уложились Плюс Минус Правильно Я имею Ввиду Поделили Поле То есть Не Осталось У нас С одной Стороны Слишком Много Полос С другой Стороны Слишком Мало Глаз Как Говорится Алмаз Ну Почти Осталась Нам Только Вот Такая Миниатюрная Полосочка Ну Ничего Пролетим Ее Сейчас Быстро Не Успеем Глазом Как Говорится Моргнуть Ну Что Паркуем Нашу Красавицу Сеилку Хорошо бы Ее Помыть Но Пока Нам Не До Этого Всего Нам Бы Успеть Полить Поле Процесс Тоже Довольно Интересный Сейчас Посмотрим И я Еще раз Вместе С вами И вы Кто-то Возможно В первый раз Кто-то Уже Это Все Видел Техника У нас Вся Грязная Друзья Посмотрите Прям Как Будто Бы Как Будто Бы Я Не Знаю С Какой То Шах Ты Приехали Они Уж Точно Не С Поля С Чистой Солнечной Погоды Ну Также Скорее Всего Да Делим Посередине И поехали Я думаю Да А полив Здесь происходит Вот таким Образом Смотрите Едем Просто С цистерной И она Покрывает Довольно Таки Широко Я хочу Сказать Покрывает Поле Оп Все Главное Вовремя Выключать И Вовремя Разворачиваться Все И так же Мы с вами Будем ездить Сейчас По кругу Покрывать Это поле Благо Пошире Полив Идет Чем Засев Поэтому Закончим Мы Побыстрее Да Я думаю Что Даже Гораздо Быстрее Чем Мы С вами Сеяли Главное Правильно Примерно Угадывать В какую Полосу Заезжать Чтобы Не перекрывать Слишком Много Уже Политого И в то же Время Чтобы Не было Пропусков Потому что Как я подозреваю Неполитый Урожай Здесь Наверное Либо Растет Медленнее Либо Приносит Меньше Как-то Созревание Возможно Стоп Давай Поливай Поливай Бочка Ты что Не сразу Она почему-то Включилась Хотя Вы знаете Вот здесь Как-то Прям Тускловато Видно Полив Вот на том Поле Которое Под пшеницу Там прям Ну Классно Было Видно Может быть Просто Вечер Был Или что-то Такое Освещение Другое Но здесь Вот как-то Тускло Немножко Видно Это все Не совсем Тут как бы Угадываются Полосы Куда Нужно Возвращаться Главное Вначале Правильно Спозиционировать Технику И все Дальше Только лишь Двигаться Вперед И стараться Никуда Не сворачивать Не съезжать Но вот реально Посмотрите Практически Не видно Текстуры Очень-очень Тускло Это видно Почему-то Я где-то На скриншотах Этой игры Видел Такую Классную Я уж не знаю Там она Поливалка Не поливалка Но что-то Такое Невероятно Широкое Друзья Невероятно Большое Которое Там Наверное Я думаю Половину Этого Поля Перекрывает Просто Как Как Здрасте Мне кажется Вот где-то На скриншотах Видела Такую Штуку Классную Хорошо Бы И нам Ее Заиметь В будущем Интересно Как-то Я поделил Наверное Сейчас Не совсем Точно Пополам Получилось Потому Что Что-то Мне Подсказывает Что мы Здесь Пройдем Вот На Этой Половине Сейчас Не Один Раз Как На Той По-моему Осталось Один Раз Проехать Сейчас Приятно 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 Эх Последний Раз И у нас Это поле Будет Закончено Подготовлено Прям На все 100% Практически Придем Придем Когда готово На случай Какого-то Следующего Полива Продолжение 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 А ну-ка Проверим Кое-что А купить Ее Как интересно Пока Непонятно Наверное Никак Не пришло Еще Время Я думаю Нам К покупке Этой Теплицы Воду Сюда Туда Что-то Еще Наверное Может Какие-то Корма И Все И Она Сама Будет Выращивать Нам Помидорки Или Что-нибудь Такое А пока Отвозим Цистерну Я предлагаю Вам Что Скорее Всего Давайте Перекрутим Время Куда-нибудь На следующий День Чтобы у нас С вами Там Поспел Урожай На первом нашем Поле Как тени Растет Обратите Внимание Интересно Солнце Заходит Тени Удлиняются Прикольно Наступает Вечер Постепенно Класс Приятная Игра Такая Атмосферка Классная А ну Взглянем Не появилось Ли каких-то Дополнительных Заданий Здесь Хранилище Строение Сады Нет Ничего Пока Не появилось Ну что ж Не появилось И ладно А пока Проедем К полю К нашему Засеянному Посмотрим Как там Сходы По идее Должны Уже Быть На стадии Завершения Мне кажется Так Как нам Придется Пашка Обработка Опрыскивание Орошение Как-то непонятно Но я думаю Что сейчас Утро Настанет По идее Должны эти Наши посевы Уже Уже Созреть Мне кажется Три дня Зреют Они Так А ну давайте Понаблюдаем Появится Нет Как-то Начнут Выглядеть Зрелыми Интересно И как Этот процесс Вообще Происходит Ну нет По-моему Женезрело Это все Выглядит Еще Пока Мне кажется Должно Быть Пожелтее Немного Непонятно Хорошо Давайте Пока Еще Это все Происходит Мы С вами В наш Комбайн Сядем И прикатим Его сюда Возможно Нам придется Не одни Сутки Пропустить Чтобы у нас С вами Созрел Урожай Посмотрим Пока Сбросим Время На ноль Доедем Чтобы у нас Тут резко Ночью Не наступило А что интересно Потом же Ведь вот этот Сосед Наш фермер Которому Мы Ячмень Собирали Может Спокойно Нас Попросить Вот эту Солому Собрать Не Исключено Такое Я думаю Что не Исключено Мы Сеяли Это Поле Вечером Первого Дня По идее Второй День Третий День Нам На четвертый День Ну что Мотаем Еще разок Время Тогда Ну вот И созрел Наш Урожай Отлично Давайте Посмотрим Как это Выглядит Вот так Вот Классно Обалденно Выглядит Все Я думаю Начинаем Убирать Приступаем К уборке Сейчас Подгоним Прям Ровно Классно Эх Первый Сбор Друзья Первый Сбор Собственно Посеянного Урожая Классно Но в этот раз Я уже Друзья Не буду Так с телегой Гонять в холостую Буду нагружать Ее конечно же Целиком Нам еще Предстоит За ней Прокатиться Потому что Я Не додумался Ее захватить Сюда на поле А стоило бы Конечно же Да Не так Бодренько Набирается Комбайн Как Набирался На поле Нашего Соседа При уборке Ячменя Там прям Проехал По периметру Поле И все И он Уже был Целый У нас А вот интересно Есть вообще Смысл Следовать Вот этим Всем заданиям Это Какая-то Сюжетная Часть Или Это просто Задания Которые Как-то там Друг за другом Генерятся Сделай то Сделай это Или в итоге Как бы Потихоньку Игра Нам покажет Все здесь Аспекты И теплицы И скотоводство И так далее Животноводство И все такое Я думаю Что наверное Второй вариант Постепенно Игра нам Будет Давать Всякие Более Сложные Задания И все Больше И больше У нас Будет Всяких Здесь Обязанностей Оно интересно Как нанять Работника А ну-ка Давайте Попробуем Вроде бы Поле Наше На своих Полях Мы можем Нанимать Работника Каким-то Образом Нужно Разобраться Только Каким Подъехать К краю Поля Как-то там Говорили Передвинуть Технику Сесть В машину Время Плюс Время Минус Нет Не то Может Как-то В планшете Можно Нанимать Работника А ну Давайте Посмотрим Путь Развития Игрока Тут Есть Ничего Себе Интересно Как А здесь Интересно Есть Какое-то Описание Как Нанять Кого-то На Работу Вот Наем Работников Если Нужна Помощь Поле Можете Нанять Работник Который Будет Работать За Деньги Чтобы Нанять Работника Сначала Выйди В Поле И Убедить Что Техника Готова К Работнику Задание Как Только Он Его Завершить Тебе Придет Уведомление Также Можешь Проверять Стадию Уполнить Задание На Планшете Рабочий Не Вернет Аванс Если Ты Поможешь Ему На Поле Ну Ну Хорошо Я Попробовал Нанять Только Я Не Понимаю Как Где То Какой То Кнопки Нанять Работника Нет Конечно Интересно Все Хорошо Давайте Тогда Сами Будем Непонятно Надо Загуглить Как Это Делается Потому Что Пока Совершенно Не Ясно Я бы Просто Знанял Сейчас Работника Он бы Катался Я бы Сгонял Пока За Прицепом Но К сожалению Я Что-то Не Понял Как Это Нужно Сделать Ладно Загуглим Потом Разберемся Тем более До конца Серии У нас Тут Уже Осталось Немного Времени Минуток Десять Поэтому Сами Скорее Всего Доделаем Это Поле Без Всяких Работников Но Попробовать Вот Эту Функцию Наема Я бы Очень Хотел Потому Что Она Облегчит Нам С вами Здесь Жизни Работу И Вообще Я Думаю Не Космических Денег Стоят Эти Работники А С Выполнять Всякие Задания Соседей Наших То Думаю Можно Все Время Оплачивать Их Труд Наемных Рабочих Без Особого Ущерба Я думаю Что Вот Внизу Вот Где Р Ф З И И И По И Там Быть Кнопки Нанять Работника Но Там Почему То Ее Нет Ох Что Что Не Дает Мне Покоя Вот Это Все Рабочие Стоимость В Месяц Вот Почему Эта Игра В чем То Она Конечно Элементарная И простая Вот Столько Всяких Тут Сигналов И прочее Там Свет Фары Все Что Угодно Вот В каких То Мелочах Она Простая А в Чем То Она Действительно Какая Мудрёная Вот Либо Я Слепой Не Вижу В Упор Этой Кнопки Либо У нас Действительно Проблемы Я просто Не знаю Как Нанять Этого Рабочего Нет Ничего Не понимаю Ладно Все Нам Чуть Чуть Нужно Было Ну Что Ж Выдвигаем Нашу Трубу И Погнали За Прицепом За Первым Нашим Урожаем А вот Здесь У нас Можно Подойти Интересно А что Там Светится Покупка Или Это У нас Уже Есть Такое Кстати Погода У нас Облачно И Вот Можете Видеть 9 утра В прошлый Раз У нас 9 утра Было Довольно Таки Светло А сейчас Так Как-то Туманно И Немножко Мрачновато Jet Немножко вот так вот удобно раз-два и все и мы в комбайне и трактор заполняется и мы сразу сейчас прямо и стартуем дальше а у нас порядка трех тонн по моему насколько я знаю приносит наш вот этот полный комбайн что-то около того значит нам нужно почти три таких комбайна собрать чтобы выполнить задание ну как и подозревается скорее всего все полей будет эти три комбайна посмотрим сейчас мы его с вами уберем еще до конца серии пять минутчик осталось я уже не буду перематывать эту уборку потому что точнее вырезать потому что в этом особо смысла нет вырезать и вырежу но мы там с вами поиграем еще две минуты и распрощаемся поэтому докатаемся уже сейчас так здесь поле небольшое не слишком его нудно убирать довольно таки быстро все происходит уже смотрите 58 процентов урожая осталось практически половину уже собрали оказалось бы визуально смотришь думаешь да нет тут побольше будет на самом деле друзья в половина осталось половину собрали площадь мы тут сокращаем с каждым новым проездом все больше и больше и соответственно все меньше и меньше собираем с каждого проезда может быть мы сейчас тоже оставшийся квадрат или прямоугольник что там получается у нас поделим например также пополам и попробуем поездить кругами посмотрим хотя вы знаете мне кажется все таки вот этот момент сдать задом буквально каких-то несколько секунд и продолжить движение я думаю не такой напряженный как если бы мы например переезжали сейчас вот от этой точки концу там точнее к половине поля мне кажется по времени наверное быстрее не будет это хорошо если большая жатка чтобы захватывать сразу широкую полосу ну хотя не знаю друзья я особо не силен сельхоз симуляторах всяких разных симуляторах фермерства и так далее не знаю как тут лучше в итоге ну вроде бы получается у нас с вами все вполне нормально хотя все равно вот как человека который любит всякие эксперименты всякие сравнения и прочее меня все равно конечно же подмывает попробовать поделите все таки это поле пополам вот оставшиеся и попробовать посмотреть как же все таки будет происходить это движение но придется постоянно отключать вот эту жатку точнее поднимать ее как минимум я боюсь что это будет не совсем удобно ну может быть сейчас с вами я еще покатаюсь пару минуточек а потом уже за кадром попробую как это будет выглядеть а хотя с другой стороны друзья что нам за кадром пробовать мы же играем вместе с вами попробуем сейчас прямо вот так вот найдем плюс-минус серединку я думаю где-то здесь да и попробуем сейчас этим чудесным способом пройтись посмотрим будет ли это интересно и классно но постоянно нужно будет поднимать и опускать на x наш с вами жатку иначе это все будет вот и и ладненько да уберу я скорее всего это поле уже потом сам сейчас мы пересыпем урожай и друзья будем на этом заканчивать наш с вами серию и еще у нас с вами внимание 3 200 нашей пшенички собралось отлично ну а пока пересыпается пшеница друзья спасибо что посмотрели это видео если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал в комментарии обязательно пишите ваше мнение по этой серии по этой игре по каналу в целом друзья приветствуется любая помощь обязательно подсказывайте мне помогайте с вами вместе мы разберемся гораздо быстрее во всех сложностях трудностях и нюансах поэтому буду ждать ваших комментариев и увидимся в следующей серии пока пока